Поэтому посмотрите на себя, какой вы были в детстве, к чему вы были склонны, как вы проявлялись, как вы взаимодействовали с другими людьми, это будет вас наталкивать на то, как двигаться сейчас. То есть если вы любили природу, то скорее всего… Задатки были с детства, но система у вас поглотила и вы как бы потерялись немножко. Бывает это… Система – это вот все, что связано урегулировать человеческое сознание, урегулировать человеческие… Школа, садик, родители, работа и так далее. Да. Ой, красота какая-то. Вот это красота. Когда дети вам показывают гнездочки с шишечками… Ну, Слава, показывает гнездочки с шишечками? Ну-ка. Ну-ка, красота какая-то. Главное – воспринимать это не как какая-то фигня, ерунда, а это ребенок делает из своего внутреннего понимания мира. Потому что, когда вот они еще маленькие, они еще действуют на божественном потоке. Зачастую. Ну, пока они включатся в процессы подключения к системе. И вот такие моменты можно замерять, не говорить, что это какая-то фигня, что ты мне принес. Очень красиво. Спасибо. Вот буду с этим гнездом теперь ходить. С ребенком очень хорошо. Главное – стать другом. Если он играет в игрушку, то играйте с ним. Не важно, если тебе это не нравится. Если просто смотришь, чем ребенок занимается, ты должен подключиться к его, можно сказать, потопу, что ли, и не противодействовать и говорить, что это фигня. Что ты портишь глаза. Ну, потому что не портишь глаза – это страхи наши родительские, что мы боимся, что с ними что-то случится, что-то будет не так. Мы хотим еще управлять и управлять? Да. А то. А то. Нам же хочется сюда не двигать себя так, как мы хотим. Таких удобных людей. Это очень удобно, конечно. Удобных рабов. О, покупаются люди. Банька тут рядом. Удобно. Удачи. Удачи! Ужидан啦! Удачи! Удачи!